Таурус Феникс 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 в этом году вы привезли на стенд? Каждый год мы стараемся привезти какую-то новинку на наш стенд, и этот год не исключение. В этом году мы привезли автомат PitPak MG 2500 в ассептическом исполнении. Если раньше мы показывали стандартную машину, которая фасует молоко в пакеты с краткосрочными сроками хранения, то сейчас мы добавили возможность ассептического исполнения на эту машину. Упаковочные материалы обрабатываются перекисью, продукт фасуется в камере закрытой с подачи чистого воздуха, специальные материалы упаковочные используются многослойные с барьерными свойствами, что позволяет сохранить сроки продукции на этом автомате до 60 дней. Сергей, я здесь сегодня не случайно, я знаю, что ваша компания разделяет концепцию ESG, и организаторы выставки тоже поддерживают эту концепцию. Как вы реализуете свои стратегии? ESG концепция – это социальная, экологическая и корпоративная ответственность. Наша компания в полной мере старается всему этому соответствовать и развивать эти направления. Например, экологическая ответственность. Мы стараемся производить оборудование, которое с каждым годом все меньше и меньше потребляет энергии, соответственно, делает меньше вредных выбросов. Мы разрабатываем новое оборудование, которое работает с экологичными видами упаковки, например, с картоном, либо с перерабатываемым вторичным PET-материалами, PET-бутылкой. Также непосредственно на нашем предприятии мы стараемся следить за всеми выбросами и сокращать их. Модернизируем парк оборудования, уменьшаем и на предприятии тоже расходы по электрике, энергетике и тому подобное. У нас стоят и постоянно контролируются очистные сооружения, так как предприятие это все-таки машиностроительный завод и оно в силу своей деятельности все равно какие-то вредные выбросы происходят, но мы их минимизируем. Почему вы считаете, что бизнес должен быть социально ответственным? Ну, социальная ответственность бизнеса не дает прямых генефиций в виде прибыли в деньгах, но она дает лояльность персонала, она дает лояльность наших партнеров и клиентов, которые видят, что мы, наш бизнес, это не только про деньги, наш бизнес это еще и ответственное отношение к окружающей среде. Например, что такое лояльность персонала? Я не сказал, мы в нашей компании, в группу компании Тауэрис Феникс, кроме самого машиностроительного завода, также входит и крупнейший фитнес-центр в Санкт-Петербурге, медицинский центр, частная школа и частный садик. И в этих учреждениях могут также учиться или тренироваться, получать медицинскую помощь сотрудники завода. Также для сотрудников из удаленных регионов у нас есть общежитие, в котором мы предоставляем жилье, и очень многие сотрудники на самом деле пользуются этой возможностью, и это и привлекает сотрудников на нашем предприятии, в том числе. Кроме этого, у нас на предприятии существует собственная школа повышения квалификации, в которой мы обучаем сотрудников не только, но и новые кадры. Последний вопрос. Как выставка Дэйри Тэг может помочь вам решать ваши задачи, в том числе и по реализации концепции СЖИ, может быть, со строительством нового завода? Ну, основная задача выставки это контакты, контакты с клиентами, контакты с партнерами, и обсуждая с ними все эти вещи, мы же не продаем оборудование просто так, на выставке. Мы разговариваем о том, что происходит в стране, мы разговариваем о тенденциях, мы спрашиваем, какие виды упаковки, куда нам двигаться, мы спрашиваем советы у наших клиентов, поэтому мы вместе с ними формируем наше будущее, можно так сказать, и решаем, куда идти. И выставка – это прекрасная площадка, на которой вот это все можно сделать в таком концентрированном виде за несколько дней с большим количеством клиентов, наших партнеров. Здорово! Спасибо, что нашли время, я желаю вам успехов провести сегодняшний и завтрашний день максимально продуктивно. И до новых встреч! Спасибо большое! Субтитры создавал DimaTorzok